Ерой бросился на Саски и зарядил свою руку чакрой. Саски умело уклонился от атак Ерой, но тот схватил его и начал высасывать чакру. Поток чакры заставлял проклятую печать актерироваться и по лицу Саски поползли черные символы. Он пытался вырваться и он едва вырвался из рук своего соперника. Саски подбросил Ерой вверх и нанес несколько ударов. Они начали падать вниз и перед самой землей Саски нанес разрушительный удар ногой Апакада и тот потерял сознание. Победитель у Чихо Саски. Следующий бой Шакамару Нару против Кин. Саски пошли со мной, сказал Какаши и он молча пошел за Хатаки Какаши. Шакамару лениво спустился вниз по лестнице, а Кин перепрыгнул через перила. Начали. Кин и Шакамару отпрыгнули друг от друга. Шакамару сразу использовал свою технику теней и схватил Рин. Затем он начал отступать. Остановившись он получил Куна и бросил в Кин. А она так отбросила Кунай. Шакамару прогнулся уклоняясь. Кин потерял все за ним. Кин повторял все за ним. Куна пролетела над Шакамару, а Куна пролетела над Кин. И врезавшись ее в протектор и оглушил ее. Победитель Шакамару Нара. Табло закончилось и пуквы остановились на нем. Было написано. Табло закрутилось и пуквы остановились. На нем было написано Темари против Тентен. Соперенцы перепрыгнули через перила и оказались прямо перед экзаменатором. Начали, скомандовал экзаменатор. Сдавайся, сказала Темари. Нет. Тентен отпрыгнула от Темари и взяла один из своих свитков. Она подпрыгнула вверх и раскрыла его. В Темари полетели множество распечатанных видов оружия. Тем приземлилась и стала ждать результата. Но Темари стояла целая, а перед собой она держала вверх с одной звездой. Как только ты увидишь, ты звезды проиграешь, объяснила Темари. Тентен снова подпрыгнула вверх, но на этот раз она получила два свитка. В Темари снова полетело множество оружия, но после обстрела и снова стояла целая, но уже с двумя звездами на ввере. Я приготовил эту технику для финальных боев, но Темтен положил у себя два свитка. Тонец дракона. Вверх поднялись два белых дракона и в это же мгновение Темари полетела град оружия. Но это ей не принесло никаких повреждений. Три. Крикнула Темари и взмахнула веером, так что Темтен отлетела к стене и ударившись от нее потеряла сознание. Победила Темари. Табло снова начало набирать комбинации и в конце концов сформировала Сакура Харуна против Инна Яманако. Инна припрыгнула через перила и оказалась у экзаменатора. Сакура хотела поспешить за ней, но чья-то рука остановилась. Сакура не смей проигрывать, иначе я тебя убью с улыбкой на лице, сказал Наруто и оперевшись на перила, продолжил читать свою книгу. Сакура оказалась у экзаменатора, именно в этот момент вернулся Какаши. Начали. Соперники отпрыгнули друг от друга и бросили друг друга сирюкены. Но те столкнулись и упали на землю. Тогда они зашли в тайджутсу. Они провожили... Они добирались несколько минут, но обоим это надоело, и они отпрыгнули друг от друга. Тогда Инна получила кунай и отрезала свою косу сзади. Взяв волосы в руки, она бросила их в направление Сакуры и приготовилась к своей технике. Сакура... Сакура рванула с места, а Яманако старалась поймать ее в свою технику. Техника переноса сознания. Инна сказала название техники и отпустила голову. Сакура шагнула навстречу Инна, но пыталась убежать. Но с ноги она... Но ее ноги были связаны нитями чакры. Техника переноса сознания. Техника была осуществлена, и сознание Инны перенесло с тела Сакуры. Экзаменатор, я Сакура Харуна. Сакура, только не смей проигрывать. Старался пробудить Сакуру Наруто. Проклятый Наруто. Инна, упирайся из мое тело, говорила внутренняя Сакура. А, у тебя два сознания? Инна, Сакура. Соперницы побежали друг на друга с... Занесимыми кулаками. Встретившись друг с другом, они изо всех сил нанесли разрушительные удары и потеряли сознание. Сакура пролежала без сознания несколько минут. И когда открыла глаза, увидев перед собой Наруто, от неожиданности Сакура встрепнулась. Я же говорил, чтобы ты не проиграла грязно, сказал он. Но тебе повезло, ничья, неплохой результат. С улыбкой сказал Наруто. Наруто вернулся на свое законное место, а Какаши все больше в нем познавал себя. Между тем, на Тобло убилась следующая пара. Конкура против Цукури Мисуми. Оппоненты приземлились друг напротив друга. Конкура взял с себя свою куклу, положил рядом. Начали. Мисуми побежал на Конкура и перед ним быстро продлил свое тело и обхватило его тело. Он немедленно начал сжимать тело Конкура и вдруг что-то хрустнуло. Глава Конкура повернулась на 180 градусов, что за кукла Конкура зашевелилась. И оттуда появился настоящий Конкура. От его рук выходили нити чакры. Вдруг кукла обхватила тело Мисуми и начала его душить. Экзаменатор, я сдаюсь, еле проговорил Мисуми, победитель Конкура. Табло снова завертелось. И на нем выбило следующих соперников. Инозука Киба против Наруто Удзумаки. Киба сразу же перепрыгнул через перила. Наруто спокойно, не отрываясь от книги, спустился по лестнице вниз. Они стояли друг напротив друга и ждали сигналы экзаменатора. Начали, нападая, сказал Наруто, читая книгу. Ах ты, Киба бросил какую-то таблетку Акамару и тот проглотил ее. С ним начались петаформы. Сначала его шерсть стала оранжевой, а потом он превратился в точную копию своего хозяина. Получай, Гатсуга. Киба запрыгнул и начал крутиться в вихре. И полетел на Наруто. Туда, куда Киба попал, все пронеслось в дребезг. Но Наруто там не оказалось. Киба повторил попытку, но промазал. Киба так и продолжал атаковать, а Наруто уклонялся. Сейчас я тебя прикончу. Ладно, только скажи, ты считай, сколько раз меня атаковал. Нет, здесь Наруто развелся в белом дыме. Азади Кибы каменная плита превратилась в Наруто, который в свою очередь вырубил Кибу и Акамару. А надо было, сказал Наруто и пошел назад, читая свою книгу. Победитель Наруто Удзумаки. На табло появилась Хинато Хьюго против Нэджи Хьюго. Они спустились и заняли боевые позиции. Начали. Бьякуган. Одновременно крикнули они. Они начали драться в стиле клана Хьюго, используя Бьякуган. Они оба блокировали атаки друг друга, но Хинато пропустила несколько ударов в области сердца, плюнула кровью и упала от потери сознания. Победитель Нэджи Хьюго. Следующий бой. Абурам и Шина против Заку Абуми. Оппоненты появились у экзаменатора. Начали. Зак постарался освободить свои руки от бинтов, что через некоторое время ему удалось. Тогда он направил свои жуки на Шина и выстрелил в него. Абурама снесло волной, но вскоре он превратился в жуков. «Не попал ты», — сказал Шина, появившийся за спиной Зака. Зак отскочил и попытался встретить Абурама снова, но выстрелил не состоялся. Что за Зак посмотрел на свои руки. Из его дыров в руках вылезли жуки. Давление в руках нарастало и все было внутри разорвалось. Но воизнение это не было видно. Зак упал и соскочился от боли. Его унуждены были вывести на носилках победителей Абурама Шина. Следующий поединок. Рок Ли против Гаары. Рок Ли сразу же оказался у экзаменатора. Гаара медленно спустился. Начали. Рок Ли сразу же бросился в атаку на Гаару. Но все его попытки пробиться к нему ничего не дали. Тогда он выпрыгнул на статую печати концентрации и сбросил себя. Утяжелительный. Его скорость стала невероятной. Песок Гаары не успевал защищать своего хозяина. В конце концов, Ли наконец смог пробиться до Гаары и поднять его в воздух. Ли использовал свой коронный прием. Но песчаная броня защитила Гаару. Тогда Ли открыл третьи ворота. Он начал наносить быстрые и разрушительные удары. Но Гаара смог схватить его ногу и руку своим песком и сдавить их. Рок Ли упал без сил. Гаара решил убить его и уже в песок направился к Ли. Но к дороге ему переградил Гай. Достаточно победитель Гаара. Скомандовал экзаменатор. На арену выбежали врачи и приняли руку Ли на носилке. Следующий бой Чоджо Акимичи против Досу Кинута. Шиноби оказались у экзаменатора. Начали. Весной танк Чоджо начал форму шара и направился на Досу. Но тот увернулся. А Чоджо врезался в стену. Тогда Акинука сзади подошел к Акимичи и обглушил его звуковой волной. Победитель Досу Кинута. А теперь всех победителей отборочных боев прошу выстроиться передо мной. Все вышли на арену и стали перед Носенсеем. Хакаги и экзаменатором. Сейчас Табло сформировал пары на финальный экзамен. Табло закрутилось и выбило следующие пары. Нэджи Хьюго против Удзумаки Наруто. Саски Учихо против Гары. Конкура против Абурам Шина. Шикамару Нару против Тэмари. Все, вы можете быть свободными. Финальные бои состоятся через месяц на главной арене Канохи. Настаевал экзаменатор. Каноха. По улице шли два человека. Один был блондин, а другая розоволосая девушка. Наруто, что ты будешь делать целый месяц? Найду сенсей и начну тренировки. Ясно, Наруто, а ты бы смог что? Научить мне каким-то техникам, чтобы я не была для вас абузой. Во-первых, ты не абуза. Ну, а во-вторых, из-за меня никудышный сенсей. Вот мы уже и пришли. Будь Сакура. Пока, Наруто. Он очень приятный человек. Это тот нехладокровный Наруто, которого я знала. Думала Сакура. Наруто тем временем шел дорогой и читал свою книгу. Он шел туда, куда ввели его ноги. Вдруг он услышал смех. Наруто повернулся на звук и увидел старика, который наблюдал за женской купальней. Его волосы были седые, на нем красный жилет, сзади был прикреплен гигантский свисток. Он лежал на крыше дома, заглядывал за девушками и записывал что-то в свой блокнотик. Вы Джирайя-сан? Один из великих троицы Санинов? Спросил Наруто, появившийся у Санина. Изращенцы закричали девушке. Черт, надо бежать. Джирайя спрыгнул с дома и помчался куда-то вдаль. Наруто, недолго думая, помчался за ним. Джирайя остановился в парке и присел на лавочку. Через минуту к нему подошел Наруто. Ты зачем это сделал? И вообще, кто ты такой? Ты напоминаешь мне одного шиноби. Я это сделал, потому что хотел познакомиться с автором моим любимой книги. А меня зовут Наруто Удзумаки. Наруто, но тогда, а какая моя книга тебе больше всего нравится? Легенда о бесстрашном шиноби. Друзья, так и заканчивается новая часть сюжета. Ну блять, это божественный сюжет, ребят. Обязательно ставим лайки и подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok